вот такая вот коробочка говорят корейские не буду называть название фирмы но говорят корейские хорошие вот она mondo какой-то madeline корея противоскребные как пластины который начинает скрипеть когда колодки износились но мои колодки еще не скрипят не дожидаясь их там уже мало осталось не дожидаясь я решил поменять чтобы не быть как говорится голосовным меряем толщину колодки 16 миллиметров и накладки фрикционной который тормозит 10 миллиметров сейчас когда старой колодки сниму я тоже замерю то есть запоминаем 16 и 10 процедура стандартная ставлю штатный домкрат меняю поднимаю колесо слегка ведь даже не колесо автомобиль то есть прежде чем колесо оторвется от пола я должен сорвать гайки головкой на 19 как всегда забываю про безопасность откатники надо поставить на заднее колесо самодельные все теперь будет немножко безопаснее работать колесо оторвалось приподнялось от земли теперь просто откручиваю и снимаю да можно так как суппорт у меня на этом автомобиль находится сзади не спереди а сзади можно колесо вывернуть сюда чтобы легче было работать при замене колодок так снимаем колесо окончательно для безопасности само колесо положу под автомобиль вот так вот видите под автомобиль и положу гайки в него же чтобы не запинать никуда не потерялись так добавляем цвет видите какая подвеска грязная это улицу у нас такие чист и не чист и теперь наша задача чтобы поменять колодки отвернуть вот эти вот так тут я буду отворачивать головкой на 12 болт направляющий принципе поменять колодки сейчас откинуть вот эту часть суппорта этого эти нижний болт выкрутил верхних слегка ослабил поднимаю суппорт все-таки наверно одной футеркой гаечкой подтянуть диск потом немножко здесь съеденный будет мешать вот так вот поддеваем отверткой шланг надо открутить тормозной шланг это он не дает приподняться накидным ключом на 12 надо отвернуть крепление шланга к ступице отворачивается все нормально я когда собирал помню как-то менял ступицу старался все смазывать поэтому отворачивается легко болт наживляю на место чтобы не потерялся легко поднимаем эти теперь шланг не мешает направляющие папа видите как жестковатенько ходят на на еще и пыльники нет пыльники вроде целы но все-таки сниму саму скобу вот эту суппорта и смажу направляющих скоба суппорта к ступице крепится болтами ключ на 17 хорошо крепится но надо же чуть ли в яму не улетел вынимаю колодки вот эта внутренняя колодка с антискрипом и пластинами да кстати обещал замерить ладно сейчас замерю ему когда почки внутренне наружу ну как вот она пластина с направляющими направляющие то ни хрена не ходит снимаем вот эти вот скобочки которые вставляются колодки типа подпружинивают их тоже придется смазать похоже абсолютно одинаковые что и попробуем вытащить направляющие это не очень-то идут они направляющие зажал в тиски направляющий видите стало ходить от руки ну то есть когда тормозной цилиндр суппорте выдвинут почти до конца потому что колодки тоненькие вот эти направляющие тоже выдвигаются дальше и получается что они как бы немножко в самом конце то ли прикипают то ли чё ну маленько пошевелил меня папа как учил или что-то работает ни хрена туда лезть смотрите работает плавно без люфта там чувствуется внутри смазка есть пыльники хорошие но сейчас может промою еще возьму щеточку да подсушу сами пыльники хотя смысл их мыть по такой грязи езжу один хрен будут грязные ну хотелось бы я нифига не буду мыть нафиг ставлю на место кабу так кстати маленько смажу графитовой смазкой эту часть резьбовую часть болтов крепления суппорта к ступице извините если что-то буду неправильно нажимать называть я уже говорил перебираю или меняю колодки раз 8 лет а может быть и два раза не знаю поэтому суппорт скобы могу название ошибиться немножко смазочки совсем немного чтобы меньше прикипало тут все-таки агрессивная среда вода песок снег сырость это я специально показываю как я обслуживаю свой автомобиль ничего мудреного здесь нету а плохой клиент автомастерских потому что стараюсь делать все сам так теперь давайте сравним толщину пластины и обещал то у нас была шириной толщиной 16 миллиметров и сама накладка 10 а здесь 9 миллиметров вместе с накладкой но представляете оставил осталось примерно здесь два миллиметра накладки то есть пора менять теперь опять же в интернете нашел что вот эти места чтобы колодки хорошо ходили надо напильником очищать ну и смазывать специальной смазкой но специальной смазки у меня нет не знаю может быть буду смажу смазывать а может не буду вот они эти пластины по которым так вот в них станут колодки подпружинены подпружинивать они их будут эти колодки так это будет скорее всего и она должна туда-сюда ходить ну что-то она тут не очень-то ходит потому что вот эта пружинка она держит саму колодку видимо чтобы колодка не болталась для чего их прям так вылизывать смазывать почистим как там люди вещают на своих каналах очистим специальные предлагают смазки какие-то названия мудреные американская смазках тюбик что-то то ли 100 грамм то ли 200 грамм 1000 чем-то стоит ну не охерели же они совсем а там типа она противо закисания но смазка для смазывания подшипника ступицы она разве большие нагрузки не испытывают она разве не греется почему-то считается что и нельзя смазывать не знаю и зачем вообще их смазывать они сделаны из нержавейки ну да немножко тут вот окалинки не окалинки там грязь какая-то есть но колодки с такой силой ходят то есть поджало отпустил представляете полтора тонную машину или там двухтонную машину остановить дам какой-то этот вот я здесь вообще не вижу никакой грязи вставляю на место не ставишь просто так заусет не заусенцы а усики на этих пружинках и так то просто ставить специально что показываю чтобы людям которые взялись менять был это все не в новинку стала одна покажу поближе так вот она выглядит теперь надо в верхнюю попасть сниму я эту скобу суппорта каркас ли его это мне не нравится это вот такое попадание все же привыкли в интернете показывать все красиво то есть чик-пык за пять минут все поменял сделал ну я думаю что это вводит этим самым людей в заблуждение ведь и пришлось снять несложно это но пришлось смазывайте здесь нихрена не буду пусть меня извинят теоретики химики потому что здесь все хорошо вставляем заново машина пробежала уже больше двести шестьдесят тысяч километров у меня она уже 8 лет когда я разбирал не заметил здесь никакой смазки и первый раз и второй раз поэтому смазывать всякой хренью что там рекламируют даже близко не собираюсь когда сломается сейчас скажут а когда сломается в аварию попадешь да и фиг с ним еще ни разу не попал за 35 лет даже за 36 восемьдесят третьем году я права получил вот так все подтянул теперь берем новые колодочки вот она видите какая красиво пластина антискрип тоже здесь не замечал смазки ребята вы уж меня извините я ни хрена смазывать не буду правильно там один мужик пишет смазываем пластину антискрип ну от скрипа я этого делать не буду всего наружная колодка на месте вот она видите сейчас внутреннюю буду ставить таким же макаром убираю заусенцы которые здесь образовались они были покрашены и краска под слазила знаете когда иномарки только пошли и мужики первые которые покупали это вот там так все легко не верил думаешь думал ой на марк это же это же так круто я еще из каких соображений сюда смазку не хочу ложить она мало ли чё где-то чё-то попала на диск начну тормозить а диск тормозить не будет потому что он будет скользкий поэтому все эти антискрип и как-то не доверяю видите еще советский человек меньше конечно уже советский потому что большую часть прожил вне советской власти тем не менее кстати вот пластинка на которую давит поршень суппорта вот он от него отпечаток но тоже из нержавейки вот это почему-то с ржавейки сделано берем вторую пластину вот она с этим вот когда колодки износились скрести начнет и говорить поменяй меня но я не стал дожидаться и уже говорю вот она вставили специальные выемки крит ничего не загнулась все теперь задача теперь задача одеть вот этот вот поршень его нужно сюда вот сам сам поршень водом его нужно немножко загнать потому что считай здесь 6 миллиметров или сколько 7 добавилось и здесь 7 миллиметров да где-то так 14 миллиметров то есть надо его почти загнать до конца но тут несколько способов можно просто вручную давить а можно струбциной можно тисками маленькими решил эту всю процедуру проделать при помощи таких вот удмуртских тисов в удмуртии сделано потому что у меня струбцина там резьба сорвана попробуйте сами сейчас возьму камеру покажу как он видите я давлю и поршень уходит вовнутрь решил снять немножко почистить а то зрители скажет но криворукие но криво не знаю чем можно кривым еще назвать кривоногий не мог даже продуть вот показываю всем продуваю специальным таким инструментом загнутым шилом постарался выскоблить и опять надеваю эти сочки задавлю поршень там естественно я поршень задавлю у меня должен подняться уровень тормозной жидкости бачки надо потом будет вытащить проверить сильно задавливать тоже сейчас задавлю потом отмеряем штангелем это для себя можно не мерить конечно так получается 51 и 5 здесь опа чуть-чуть не хватает еще поддавим он видите вот это вот край корпуса этого поршня и от сам поршень его уже практически не видно чуть-чуть окаемочка вот он стал почти заподлицо ну то есть колодки новые скорее всего так было рассчитано что поршень был заподлицо сейчас чтобы не перекрутился шланг вот свободно он стоит пробуем одевать об все легко зашло теперь надо прикрутить эти два болта от направляющих блин боюсь упадет кстати тоже смажу папа много слишком немножко подшевеливаю еще раз говорю не обижайтесь если назову не по науке что-то меняю редко для себя только показываю тем кому интересно менять их то есть колодки их в гараже вот они видите старые колодки практически нет накладок и вот новая вот сравните видите разница хотя еще вот это вот штучка я вот это вот пластина еще до диска не достала то есть скрипеть не стала предупреждать мне я заранее сам поменяю это вот для прокачки толотница для прокачки тормозной системы но почему-то я забываю всегда резинку купить наверно не один я подозреваю что не один я такой вот так сильно усердствовать тоже не надо тут нормально все держится все я даже не знаю поливать не поливать вот эти резинки может быть на три дня дольше походит можно сказать колодки померяны осталось осталось что сделать прикрутить вот этот шланг на место все шланг прикрутил вот он шланг теперь осталось сидеть колесо и посмотреть в расширительном бачке тормозной системы там должна добавится жидкость если она через верхние вышла то пусть смазываю смазываю футерки графитовой смазкой ну что ребятки все колодка на левой стороне поменена на правой тоже самое делайте ничего страшного в этом нет без фанатизма да ребятки забыл показать вам расширительный бачок тормозной системы вот смотрите здесь жидкость чуть стала выше минимума вот по этому краю минимум чуть выше минимума то есть нормально ничего я пока убирать не буду сейчас второе колесо поменяю потом видно будет не колесо а колодки еще раз всем пока пока и 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